Друзья, мне поступила задача на реализацию фотоальбома на языке C-Sharp. Суть сводится к тому, что здесь папка, в которой есть пачка фотографий, каких-то изображений, и вот нужно в виде альбома показать вот эти вот самые фотографии на UI. Ну, в частности, речь идет про SP.NET Core. Собственно, на что такое фотоальбом? Это когда выбирается год, месяц съемки, и в этот месяц съемки есть какой-то набор фотографий, их нужно отобразить. Я начал изучать эту задачу, мне показалась она достаточно интересной, пришел к тому, что можно реализовать ее по-разному. Можно сделать на тяп-ляп, так сказать, если не прибегать к русскому мату. В общем, показалось это мне не очень интересным, а вот реализация с разными плагинами, возможностями использования на разных платформах, разными конфигурациями, способами отображений, вот это показалось мне на самом деле интересным, и я хочу вот своей реализацией с вами поделиться. Сразу скажу, что эта разработка будет с нуля, я буду это вести и в прямом эфире, и по записям. Подписчики на бусти.ту, собственно говоря, слэш колоколонга увидят, мы сможем пообщаться. Более того, это будет реализация, в конечном итоге сводится к нуге пакетам. Ну, в общем, давайте тогда вот так, подключайтесь, подписывайтесь, будет интересно. Давайте пробежимся по слайдам, которые я изготовил из того, чтобы можно было понять, о чем будет речь, что будет реализовано, ну, в общем, надо понимать, что сроки от этого тоже будут как-то зависеть. Итак, что за задача? Ну, мне нужно сделать фотоальбом, как я сказал уже, которому нужно указать папку с фотографиями, который, в общем-то, должен каким-то образом предоставить какие-то данные для отображения на, допустим, ASP.NET Core. Теоретически предполагается, что, возможно, будет необходимость показывать какие-то папки, допустим, в DAP-PF приложении, в общем, я не исключаю такую вероятность, и разработку, соответственно, я буду вести так, чтобы можно было бы в любой момент подключить ту или иную платформу. Далее, если говорить про то, что из себя будет, собственно, представлять реализация, то это, скорее всего, будет ну, гид-пакет, ну, например, какой-нибудь колобонга фотоалбом, ну, или фотоальбом, если прям по-русски говорить, который будет иметь базовый функционал, и будут какие-то дополнительные нугет-пакеты, например, колобонга фотоалбом ASP.NET Core, то есть для платформы ASP.NET Core, где будет использоваться, допустим, дополнительный инжекшн, контейнер регистрации, все такое. Ну, на других платформах, например, DAP-PF будет использоваться колобонга, фотоалбом, точка DAP-PF. Ну, это как вариант. Я еще пока точно не знаю, это пока все в памяти. Возможно, это все очень сильно изменится к концу реализации. Поехали дальше. Итак, фотоальбом должен управляться централизованно. Ну, допустим, какой-нибудь Album Manager, ну, не знаю, может быть, придумаем другое название. Суть которого сводится к тому, что к нему подключаются какие-то модули, так называемые процессоры по обработке этих данных, этих изображений, конфигураций. Я не знаю, мы о них чуть попозже поговорим. И, как бы, потом на выходе, получается, сгенерированы какие-то данные, которые могут отображаться каким-то образом и так далее и тому подобное. Опять же, пока все в видеописано, возможно, это в какой-то момент изменится или дополнится, я не исключаю эту вероятность. Ну, если говорить про те процессоры, которые я уже, в общем-то, вижу, которые должны быть реализованы. Первое, это Album Creator, то есть который инициализирует данные, которые нужно будет отобразить. Album Manager это то, что, собственно говоря, будет иметь те самые варианты конфигурации и один из них Album Creator. Например, Album Creator, ну, у нас может быть вот такой. Когда мы скажем, что у нас фолдер Album Creator, которому нужно указать в конфигурации название папки и где она лежит, и он должен к ней обратиться, получить ее там все фотографии и каким-то образом там отобразить. Или, например, фолдер 3 Album Creator, когда у нас вложенная иерархия папок, который раскидан уже по годам или там по каким-то определенным, ну, не знаю, может быть, какие-то события пользователь там фотографии складывал. Ну, вот такой вот вариант я придумал. Дальше, возможно, реализация какой-нибудь Remote Storage Album Creator, который будет ходить там в удаленный сервис, брать там фотографии на основании того, что он там возьмет или ссылки на них получать, не знаю, ну, вот такая тоже реализация предполагается. Во всяком случае, нужно сделать такие путевыходы, да, или так заглушки, да, или интерфейсы, которые нужно будет реализовать, чтобы у вас появился тот самый Remote Storage Album Creator на будущем. Дальше, следующее, это когда вы создали какой-то альбом, мы должны его каким-то образом отобразить. Предполагаю, что будет какой-нибудь Default Viewer, который, по большому счету, ну, может быть, ну, наверное, пейджик, какой-то view, там, 10 фотографий, покажет там весь рост, весь размер. Или, допустим, TomNail Viewer, который покажет то же самое, но в уменьшенном виде. То есть, соответственно, будет какой-то процессор или предпроцессор для отображения, который уменьшит изображение. Опять же, тут можно дальше фантазировать, может быть, будет какой-нибудь Watermark, который наложит какое-то изображение или каким-то образом обработает, да, там, ускруглит. Я не знаю, на самом деле, вот эти вот Viewer можно пальчиками придумать. Например, календарь, да, когда, как я уже говорил в самом начале, выбрать год, там дальше месяц, и потом только отобразится тот, так, тот набор фотографий, который относится, дата которых соотносится с этим месяцем, с этим годом, ну, как вариант. Или, в конце концов, Alphabet Viewer, ну, опять же, я придумал его, который может показать, допустим, название всех фотографий, вернее, первую букву от названий в алфавитном порядке, и кликнув на нее будут показаны вот такая вот реализация. Да, и, кстати, вот карусель Viewer, когда можно, там, случайным образом выхватить, там, какое-то количество фотографий, 3, 5, 10, да, которые закрутятся в карусели, ну, допустим, в iSpo.net Core есть Bootstrap, в котором есть карусель, ему нужно просто подсунуть вот эти фотографии, ну, я вот из этих соображений. Ну, и вот этих вот, собственно говоря, Viewer можно придумать пачку, да, там, по одной фотографии, по 10 фотографий, больше их, меньше их, там, не знаю, в общем, будет какой-то интерфейс, будет какая-то дефолтная реализация, т.е. реализация по-молчанию, которую нужно будет подключить, или она будет подключена по-молчанию, я не знаю, честно говоря. Ну, т.е. задача, на самом деле, получается интересная, не просто в папке показать фотографии, а уже определенным образом. Дальше. Допустим, я захочу показать какие-то данные каждой фотографии, и тут опять у меня в памяти всплывает, там, какие-то описания, да, какие-то наименования, может быть, там, год выпуска, если там что-то нужно там подставить. И я такой себе придумал мета-дата-ридер, который, по большому счету, должен уметь каким-то образом читать данные о фотографии. Это может быть дефолт мета-дата-ридер, но я предположил, что это какой-нибудь текстовой файл с тем же названием, что и фотография, который будет подгружать там какие-то строки, может быть, раскидывать их в какие-то свойства какого-то вьюмодова и потом выкидывать вместе с юмодом. В общем, не знаю, ну, примерно вот такая реализация. А, ну вот, например, допустим, да, вот смотрите, текст-файл мета-дата-ридер, как раз то, что я сказал, а дефолт мета-дата-ридер, ну, допустим, вот пусть возвращает null. То есть, никакой мета-данных не поддерживается, ну, и так далее, и тому подобное. То есть, датабейс мета-дата-ридер, это когда мы про конкретную информацию, название которой в папке лежит, файл берем, ищем где-то в базе, или там, ремоут датабейс мета-дата-ридер. В общем, фантазия вот прям хлещет, так сказать, бьет фонтаном, можно придумать там до бесконечности. Главное, что будет какой-то интерфейс, наследовавшись от которого вы получите возможность подтянуть данные и какие-то конкретные фотографии по ее идентификатору, по ее названию, по ее размеру, в конце концов, я не знаю. Можно придумывать дальше. Но это все потом. Дальше, смотрите, если у нас есть фотографии, мы должны как-то эти вот мета-данные редактировать, или, может быть, фотографии удалять. Ну вот, допустим, албом-эдитер, это тот самый редактор, который может, собственно говоря, подключить какие-то, отредактировать какие-то мета-данные, конфеты, фотографии, по... найди... найди... Фух, господи. Найдя ее по идентификатору, или там, списке, я не знаю, но тоже, на самом деле. Следующее, это албом-аплоудер, то есть, если у нас есть уже готова папка, хорошо, но хочется как-бы и загрузить, и тут уже аплоудер включается, который точно знает, если, допустим, у нас разбито по папкам, то аплоудер должен знать, что нужно создать в папку, там, текущего года, месяца, если она не существует, соответственно, и положить именно в эту папку, если у нас там используется определенный формат для отображения, например, Default, а, Folder 3 Viewer, да, о которой я говорил ранее. В общем, и вот эти вот, на самом деле, процессоры, так называемые, ну, я их так называю, пусть модули называются, если хотите, они между собой начинают уже дружить, да, и вот передача информации от одного модера к другому, например, Default, о нет, Folder 3 Viewer, требует уже аплоуд, альбом-аплоудера указать информацию, что нужно именно таким образом сохранять новые фотографии, которые там будут загружены, а просто Folder Reader, ему нужно просто одна, которая просто будет в эту папку скинуть, второй вариант, или, если новая, допустим, фотография должна улететь куда-то на удаленный Storage, ну, там, не знаю, Cloud Storage, то это третья какая-то информация для вот этого аплоудера, то есть, вот хочется сделать вот такое, то есть, я не гарантирую, что я прямо вот именно то, что сейчас рассказываю, сделаю, но я очень постараюсь это сделать, и я думаю, что это будет, на самом деле, интересная штука, потому что из инструментов у меня будет только C-Sharp, может быть, какие-то части OOP, или все OOP, какие-то паттерны я буду использовать, может быть, шаблоны, ну, и так далее, то есть, тут, на самом деле, в моих руках вот все, что, собственно, есть у вас, вы тоже этим можете воспользоваться, так что, я вас призываю подписаться на канал, и будем делать вместе, я буду не спеша писать код, вы, все, что я буду делать, я буду записывать, и, естественно, можете перемотать, посмотреть на ускоренное, в общем, я сам это делаю, вот, но, тем не менее, если кто-то прям хочет разограться от начала до конца, как это работает, вот это будет в этих видео, и надо сказать, что, давайте по порядку. Итак, исходные файлы, они уже я начал создавать, я туда уже положил этот самый файл readme, в котором я писал то, что сейчас показал на слайках, подключайтесь, отслеживайте количество звездочек или лайков к этому репозиторию, я думаю, что, бля, не надо так делать, ну, не надо, не надо, поехали дальше. Видео на канале, я буду укладывать основные видео на boostitu.com, там есть возможность делать трансляции, и это говорит о том, что я буду не только записывать видео, но и буду назначать трансляции, когда мы можем вместе пообщаться, позадавать вопросы, я очень надеюсь, что я научусь это делать, так что те подписчики, которые уже есть на моем канале, ну, не пугайтесь, если, допустим, какие-то трансляции появятся, удаляться, я просто сейчас это все изучаю, очень хочется попробовать в Real Time сделать такую, собственно говоря, трансляцию. Ну, и дополнительные материалы, которые я буду так или иначе использовать или дописывать, это в моем блоге колобунга.net, там есть описание тех библиотек или тех паттернов или тех нюкет-пакетов, которые я буду использовать на видео, в общем, заходите, читайте, наверняка там будет много информации для того, чтобы понимать, что я, собственно говоря, буду делать. Ну, и надо сказать, что реализация будет не быстрая, потому что я хочу сделать достаточно подробно. Я, в первую очередь, это делаю для новичков, те, кто совершенно недавно пишет код. Значит, я думаю, это будет интересно, в первую очередь, тем самым, что это будет достаточно подробно реализаться, потому что, ну, вот есть некоторые нюансы, когда вы можете так или иначе, вы видите, прям подноготную, да, от начала до конца, почему было такое решение принято, или почему оно изменилось, или почему не нужно делать так. В общем, я думаю, это будет полезно. Ну, и я опять же говорю, что хочется сделать разные форматы, и прямые трансляции, и записи видео, ну, в зависимости от того, насколько много у меня будет свободного времени, вообще будет ли оно, я не буду делать все видео подряд, я, наверное, буду включать и видео, которые будут по запросу приходить, например, там факт по программированию, время от времени буду вклинивать. Но, тем не менее, мне хочется довести вот этот вот нугит-пакет, так сказать, или пачку нугит-пакетов до логического завершения. Опять же, повторюсь, наверняка есть уже, как бы, подобные реализации, которые, допустим, уже вы, наверное, не раз видели. Я просто хочу для ознакомления сделать, ну, и чтобы была моя сборка, которую я смогу масштабировать в разные стороны, в том числе и для своих будущих потребностей. Ну, и опять же повторюсь, вот все, что я проговорил в этом видео, это, скорее всего, только начало. Прямо начнем с создания проекта и прям вообще широко будем смотреть на то, как сделать то, что я сказал, ну, уже в коне. И, соответственно, все это может поменяться, опять же, а в силу того, что я жду от вас комментариев, какие-то дополнения, замечания, может быть, предложения, ну, точно это все поменяется, поэтому это видео, так сказать, будет вступительное. В общем, смотрите, подключайтесь, будет интересно. Ну, и напоследок хочу вам показать, как меня можно найти, ну, вернее, ну, вы меня поняли. Так, ну, наверное, на этом нужно заканчивать. Следующее видео уже, я думаю, начать совершенно даже скоро. Подключайтесь на Boosty 2 Колобонга. Будем делать такую штуку, как фотоальбом, используя США по Пари. И удачу.